всем всем большой привет давайте посмотрим косметичку который я собрала на вторую декаду марта у нас на улице минус 11 март пока не хочет никак приходить зима в полных своих правах но тем не менее очень хочется чтобы быстрее начало все таять и наконец-то солнышко победила что я взяла на прошлой неделе я говорила вам в прошлом ролике я болела и из-за этого не всеми продуктами пользовалась остается прошлая неделя прошлая декада вся косметичка на месте но я к ней все равно что-то хочу добавить а также пока не закончится праймер у меня от essence стихия так мне нравятся вот эти вот камушки вы знаете я говорила что помп сломался я вынула вот этот саму трубочку и настолько приноровилась наносить руками что прекрасно распределяется не промахиваясь потому что когда я брызгалась вот из распылителя получалось и на волосы попасть и промахнуться а теперь у меня все по назначению лишнее не тратится тональный крем вы знаете уже да чтоб то закончился на самом деле вот столько его еще это все как 1 января я намешала никак не закончу реже стала краситься к сожалению но как есть уж ничего не поделаешь редко правда стала краситься из-за этого и расход конечно же слабенький не буду долго останавливаться также на консилерах корректорах также осталось чуть-чуть essence но не чуть-чуть тут еще много катрис так как это в project пене поэтому я так думаю хоть какой-то интерес к этим продуктам у нас с вами есть когда мы на них подсматриваем а так можно сказать все одно и то же долго не буду ну и карандаш для бровей все тот же самый о можно подточить это радует когда можно подточить это значит миллиметр побежден ну и пудру в этот раз не забыла принесла я ее смешиваю 2 даже 3 можно сказать три продукта рассыпчатых я тут смешиваю и у меня получается но как по мне так идеальная пудра вот как это происходит прям совсем недавно я только намешала свеженькую и вот прямо она мне подходит когда загар темненькая побольше добавляю зимой как сейчас здесь светленькой побольше и кто переживал что там третий продукт у меня с блестками вот я нанесла не видно их то есть их видно но на лице вот этого вот редкого поблескивания не видно выглядит как-то даже наоборот более свежие такое отдохнувшие лицо к прошлой декаде добавить решила вот такую палетку от catrice она немножечко такая ну как по мне так летняя но все равно решила хотя бы по разику попользоваться вот этими румяшками их я наношу прямо очень-очень осторожненько по чуть-чуть пигментация у них конечно сногсшибательная хайлайтеры я использую чаще эти на глазки они прям такие вот бронзирующие можно сказать на говорю это больше лета загар а вот бронзеры и летом и зимой по чуть-чуть тоже пигментация шикарная вот такой продукт но я больше ради вот румяшек его сейчас беру хочу попользоваться ну а вот то что бронзирующие тут может быть на глазки хотя бы разок сделаю макияж как хайлайтер там румяна получается как хайлайтер тут один вот этот родной от vivienne собой этот у нас перепрессованный с прошлого года остаточки вот они оба будут работать светленький то что надо для зимы не вырви глаз и как скульптор от его мозаик это 0 1 пудра бронзирующая для лица но но и для меня это не бронзирующая пудра а пудра скульптурирующая вот то есть очень хорошо идет как скульптор этот продукт далее по ресничкам остается эвелин сыворотка 8 в одном она делает более интенсивный заметный тушь и когда тушь начинает чуть-чуть заканчиваться то сыворотка в помощь хочу доиспользовать уже мэйбелин но это вот наверно тушь который сколько не пользуюсь а ее все много-премного вот как будто она там даже увеличивается замечательная тушь нескончаемая от лореаль тоже взяла на эти 10 дней вот эту крутилочку она делает паучьи лапки но все но время от времени я ее использую но для моих ресниц мне не очень такой эффект нравится хотя у меня подруга вот я говорю она уже говорила про нее она так любит вот чтобы были паучьи лапки и у нее ресницы прямо издалека видны хотя у нее тоже короткие и прямые но вот ей идет а мне не идет почему-то ну мне так кажется что-то я как-то быстро отстрелялась карандаши я не брала потому что я буду пользоваться карандашами из project пена и то что я в прошлый раз брала меня спрашивали карандаш шик оливковый такой красивый как точится прекрасно точится любой точилкой точится идеально грифель остается на месте никуда не отваливается вот восхитительный карандаш давайте я вам покажу тени тени я взяла прошлый раз однушки двушки в этот раз взяла такие небольшие палеточки о которых я тоже часто забываю во первых буржуа захотелось мне что-то серенького и тут серенький настолько красивый вот этот он глубину какую-то уходит а вот этот вот с блестками я почти не использую я не очень люблю блестки потому что они в глазки попадать могут а палетка сама по себе очень интересная на хорошую базу вот эти блестки они ложатся конечно хорошо но если без базы то они могут по лицу потом быть найденными не под не над глазками а под глазками как мне нравится эта палетка ты фрашин она такая малышка что я ее теряю и сегодня когда я ее открывала вот сейчас аккуратненько я постараюсь она открылась вот с этой стороны и сейчас пришлось подклеить то есть оторвалась часто на клей посадила вроде держится очень нравится макияж такой прямо красивый с ней выходит покажу вот она какая она реально прямо красивая так это вторая красотка которая меня будет радовать далее лавель оттенок вот так покажу поближе в общем зеленый тоже очень красивые оттенки весны хочется давайте вот здесь продолжу вот этот желтый красивый какой и посмотрите вот к этим оттенком вот этот коричневый как подходит то есть вот эти две трешки они между собой прямо вот дружат потому что чисто зелень на глазах я не очень люблю а вот к зелени коричневая добавить это очень симпатично и еще одна палеточка которую я беру это у нас в этом wild оттенок но вряд ли она есть сейчас уже наверно ника не купить такую здесь восхитительный розовый вот этот вот с блестками коричневый и бронза оттенки конечно тоже сногсшибательные здесь нанесу тут тоже коричневый конечно ух ты ух ты если мне будет чего-то не хватать все однушки то что я брала на прошлую декаду остаются буду пользоваться и ими тоже ну и карандаши я говорила просто смысла нет одно и то же показывать если уже показала в прошлый раз ну и помады что же я взяла из помад так сейчас я вот это сотру и покажу вам а помада я взяла все жидкие вот бывает такое что хочется все взять в карандашах в этот раз мне захотелось прямо вот 10 дней попользоваться жидкими во первых си отели си а ты не знаю как правильно как всегда сейчас сначала я вам покажу все кверх ногами нет смотрите как получилось вот такой красавчик вот это жидкая больше помада или блеск для губ я не знаю как и точно elvendor оттенок 7 вижу они тонн 11 это вот прямо на каждый день следующую я взяла матовую это у нас ты кто белор дизайн оттенок 51 тут прямо действительно матовый красивый оттенок на каждый день подходит бесконечная помада в общем матовую закончить сложно от faberlic оттенок но бесполезно наверное да сейчас сложно найти вот это и как бы там пустышечка то есть и и когда наносишь очень красивый сочный этот оттенок хорош на морозы вообще когда лицо может краснеть и летом на загар мне нравится потому что когда у меня прям я бледная совсем это очень ярко для меня у меня желтоватый подтон кожи и вот такой вот малиновый цвет на лице не всегда смотрится интересно а вот когда зимой в морозы румянец такой натуральненький либо загар на лице то смотрится симпатично голографик это у нас фарес оттенок 126 но сейчас таких ушей наверняка и нет промахнулась вот такой красивый сегодня несколько будет таких призматиков голографиков далее металлик еще один хром это его и тоже тут прямо видно светится не знаю сколько ее внутри они еще свойства имеют подсыхать и поэтому гуще как бы немножко становится с возрастом помадки ароматы приятные у всех еще одна красавица это катрис оттенок прям такой интересный рыженький мне кажется таких сейчас тоже может и есть кто знает это уже жиденькая такая как блеск может и блеск давайте вот здесь оттеночек то покажу вдруг еще две vivienne sabo 32 это матовая прям такая не сильно она подсушивает но немножечко вообще она не подсушивает но мои губы немножко подсушивает и последняя это уже просто такая блестяшечка тоже из project pen решила хотя бы одну взять и она тоже вот такая вот прямо на каждый день жиденькая вот половина блестяшек хром матовых парочка и три наверное да вот такие на каждый день глянцевые вот и все все что я взяла в эту косметичку давайте еще разочек ну потому что болела не стала я много брать хотя помад я взяла много но я их люблю обновлять за день то нет не по одной поносишь и не по две обычно матовые начинаешь день либо на выход а потом вот глянцевыми уже обновляя чтобы не подсыхали губы не страдали все спасибо за внимание за то что смотрите за то что ждете всем хорошего настроения теплой весны активной тайки чтобы быстрее зеленую травку увидеть и всем пока пока пока